приветствую друзья добро пожаловать штурмвокс мы продолжаем проходить карьеру нахожусь сейчас на территории атомной станции впрочем видосики я собирал уран переработал его приобрел вот эту как раз таки станцию и вот этот уран я загрузил на этот на этот участок то есть в сумме получается получилось у меня 15 слитков хотя было больше я не знаю к нам пропал в общем может быть реакторы уже израсходовал короче до этого я строил атомный реактор у меня не заводился потому что не было урановых слитков я пошли дошки все заработал все сделал привез загрузил запуска реактор все работает вот отлично теперь можно принципе брать на этом реакторе строить различную технику ну так как у меня есть подводная лодка которая строил в прошлом сезоне я могу ссылочку вниз это к этому видосику оставить там в общем строительство было несколько этапов то есть сначала делался шлюз потом балансная система потом управление электрика короче ну полностью поэтапно я строил подводную лодку ссылочку я оставлю в описании к видео сегодня я хочу хочу испытать эту лодочку и сплавать куда-нибудь например вот сюда если затонувший корабль где не был еще ни разу да тут его нашел сплаваем туда попробуем найти клад заодно испытаем как работает реактор как работает моя подводная лодка циклоп и еще раз на то пошло давайте на эту лодку воткнем еще водные джеты да я их нафармил очки науки разблокировал водные джеты и теперь мы можем поставить их на подводную лодку значит до этого у меня был обычный пропеллер который раскрутился средних поторчиков у меня на этом короче расход энергии превышал заряд и получается что долго на лодке не получалось плавать сейчас мы эту проблему решим их помимо всего скорость подвода лодки у меня было в пределах 30 это вообще ни о чем попытаемся сделать скорость чуть чуть побольше благодаря этим водным джетом в общем давайте приступать к работе дел много спавнен циклопа и давайте заниматься делами слушайте ну прям как всегда шторм начинается метель град снег дождь гроза молния цунами не хватает хотя может быть час она и будет загружаем циклопище вот он красавчик значит о водных джетах мне писали еще давно даже в том сезоне я кстати даже в том сезоне прохождения и не делал вот так вот такой негодяй потом почитал описание что это прикольная штука это просто имба и подумал ну почему собственно не влепить их сюда ко мне в циклу потому что вот этот пропеллер так тут учат два маленьких до косы впихнул и страну не короче скорость особо это подлодка не набляет не набирает но хотя из так задуматься у нас подводные лодки с такой скоростью бешеный да и в принципе то и не плавает давайте в общем посмотрим это джет водный значит вики я почитал это короче у него давайте поставим посмотрим изучим для начала я никогда не ставил я думаю принципе тут ничего нет в описании вики там все в принципе подробно написано и понятно значит вот тут у нас есть сопло и две затворки закрывая затворки вправо влево мы делаем то есть направляем струю куда нам предположим надо плыть например если мы сейчас закроем правую затворку то мы поедем влево и струя пойдет влево у нас если левую то мы поедем вправо потому что струя будет идти у нас сюда наш когда затворки нас открыты соответственно струя у нас прямо и мы едем прямо мне в принципе вот это все устраивает да кстати также если обе створки те закрыть то у нас лодка поедет назад да да это вообще класс по сути тут даже вот эти рули управления нам не нужны я хочу сегодня чисто это джет использую для промо линейного движения что ж давайте куда-нибудь его влепим значит вот эти три да давайте кстати сохраним на всякий случай и так пока что ну мало друг что не так пойдет друг мне не понравится убираем тоже эти два винта вот это убираем двигатель пока ста мы сейчас будем на них проводить эксперименты как вообще маневрируется парня настроил если все нормально то подключаем напрямую к турбине до напрямую это мощности турбина качбом водить на на вот эти джеты ну естественно через коробки через сцепление так что отключаем отключаем но не удаляем хотя подождите стой нет вот это мы оставляем мы тогда это копируем и крутящий момент давайте направим сюда вот это вам не понадобится это не понадобится и теперь каким-то волшебным образом но нужно установить здесь джет поставлю два штуки так разверну его таким вот образом так у нас получается рпс верху кстати когда мы я их разблокирую там еще такая штука появилась как fruit порт какой-то здоровая мне кажется не за низ не зря он там разблокируется поэтому будем использовать его это понимаю он намного эффективнее будет работать чем обычно маленький а если мы расположим где-то он тут занята да извините простите а если вы тут сколько он клеточек висит 4 на 3 что ли как отмена 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 там уже началось печатание мне она была симметрично включить временно давайте поставим посмотрим сейчас как как всегда еще на поставить вот такой большой порт я думаю на как водички будет хватать нашему джету теперь сделаем вот что чтобы тут трубы не городите мы давайте наверно попробуем перевернуть его скопируем снова вставляем вот так ли за ах ты противное создание все равно это короче блин я тут все нормально у нас как раз и уходит он до сюда замкнутая да чтоб суда водичка не начал набираться кстати да тут симметрия мы отключим так ну где у нас рпс внизу давайте кучу так и оставим тогда копируем тебя есть готова ну давай теперь с одним крутящий момент тут уже может чуть симметрию надо же повернулась прям так как я хотел вот так вот так здесь труба наверх здесь страничок вот крутящий подключили и не забываем подключить энергию то я знаю себе давайте мы возьмем ее прям отсюда так у меня тут есть коробка я хотел заднюю передачу делать на нам принципе и раньше не нужно было так у нас были моторчики вот и сейчас тем более не понадобится поэтому и убираем просто будет прямая труба если еще попытаюсь слово то есть по коробкам значит повышать и стоят 3 к одному 3 к одному то есть получается 9 к одному у нас до идет соотношение надеюсь только там у меня турбин давайте посмотрим я уже честно забыл давно устроил просто 1 2 3 4 5 6 7 турбин но я думаю рубина наши раскрутят раскрутят джеты вот давайте замыкаем вот эту хрень стоять чтобы отсюда вода никак не попало ну естественно это дело покрасим вот в принципе вроде бы все да тут еще косяк этой стороны по-любому с этой здесь еще косяк а теперь как раз таки подключим водичку трубу мы тоже подсоединили что-то ругается у нас что тут у нас не подключено скорее всего из-за того что мы не подключили вот эти вот как раз таки затворки и кстати да тут еще есть вертикальный трим забыл сказать это как раз таки вот для подводных лодок это вообще реальная имба то есть мы можем цель направлять крыши струю можно брать вертикально то есть вверх вниз мне пока что это не нужно мне пока нужно настроить управление хотя даже управления нужно и хотел что просто например прямо линейно у нас они работали да то есть через сцепление вывести вот это сцепление будем водить когда мы уже подключим от турбин сейчас можно просто проверить как она будет управляться но давайте все-таки настроим через управление через одессе дополнительное посмотрим как она будет трудить потому что моя лодка не смотрел на то что тут столько рулей все равно как-то поворот у ней очень медленный поэтому давайте замутим значит почитаем сейчас короче здесь нужно подавать на затворки от 0 до единички если мы а д у нас это получается 1 минус 1 сигнала до от минус 1 до единички то есть мы один должны инвертировать инвертор есть у меня надеюсь до инвертор у меня есть получается мы когда проще влево до этого нам нужно инвертировать этот сигнал мы сейчас вот так даст такая паутина проводов это просто жесть где у нас а д помимо а рули мы еще направляем сигнал суда так поворачиваем влево через этот а так мы стена тянем на б на правую затворку если про чем влево то сигнал у нас идет на левую затворку вроде бы все давайте сохраним циклоп ппп заспауним и кстати с чё там у нас на весь уран забрался но не страшно лодка потонула на где-то чё-то я забыл или за того что у нас тут такое какая погода прекрасная знаете чё давайте вот эта кнопка питания общая мы по умолчанию сделаны включенной вот когда надо мы выключим то есть в этом положении меня лодка должна стабилизироваться сама ладно короче давайте не будем ждать ой 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 очень страшно если что ничего страшно тут у меня есть откачка воды за то сейчас поймем как она работает вот срабатывать сигнал это значит что да происходит потоп где кнопка кнопка твою мать нифига себе 5 тонн накачали пока я тут искал кнопку Ничего страшного Вся эта водичка сейчас у нас уйдет Насос откачали водичку Теперь можно, собственно, приступать Приступать к тестам Включаем монитор Где-то должна быть подсветка еще Альдеп, не то Беклайт, вот она, отлично Заряд 99 Да, гудок тут вообще здраво Ну что ж Давайте попробуем Вот этот троттл у нас управлять будет Моторчиками, вот этими двумя средними Эту силу мы сейчас будем передавать На джеты Ну что ж, поплыли, попробуем, как оно ничего Сейчас я камеру поменяю Сейчас потихонечку будем Так, она, пошла жара Потихонечку, потихонечку, не спеша А еще, значит, что мы сделаем Сохранимся Потому что не надо мне далеко сейчас плывать А что у нас балласт там? А, балласт мы сейчас на пол Вот здесь, стой Дело в том, что Все, что мы Вся вода, которая здесь у нас на палубе образуется И мы откачиваем Она откачивается у меня в балласт Ну, так вот система у меня Сейчас скачаем по-быстрому А то я думаю, что-то как-то тяжеловато Она себя ведет и почему-то немножко погрузилась Вот, просто Сейчас надо проверить скорость И все остальное, все параметры Все, балласт мы опустошили Заряд у нас На 5% упал Все, по нулям Можно попробовать Отплывать Как повороты Офигеть, у меня почти на месте разворачивается Как танк Что, серьезно? Офигасят Сколько тротал 17% Оля, а что, нормально? Смотрите, как До этого у меня Она вообще так не поворачивала Классненько Ну что ж, давайте Газ в пол дадим Ух ты ж Скорость 30, да? Ну я же говорю Пропеллеры Ну вот, это вот Реально моя максимальная скорость была 30 км в час Это вообще ни о чем Хотя бы добиться бы 50-60 Я уже буду на этом доволен Соответственно Ой Мы намельсили, да? Или что, сможем заспамить обратно? Сможем Вот, короче Все вроде правильно С жетами настроил Все отлично Все хорошо Право-лево работает Теперь мы отключим Вот эти двигатели И возможно в дальнейшем Если все будет хорошо Мы их вообще уберем Они мне понадобятся Нам теперь нужно найти Трубу с крутящим моментом Которая уходит Я уже нашел Вот она Труба идет, короче На генератор Генератор мы включаются отдельно Это Да, это отдельная история Коробки включаются Генератор тоже отдельно Мы можем Потом это все Пройти Проверить Настроить Сейчас нам нужно Еще сделать Одно от ветвления Которое у нас Пойдет Куда-то сюда И придет Вот сюда На вот эту трубу Я так понимаю Где-то надо Трубу эту здесь Прокидывать Потому что Другое место Не пойдет Потому что Везде У меня тут Всякие там Углы Скосы И все такое Поэтому Да Кидаем Кабель Ой Не кабель А Трубу Здесь Так Тут у нас Стоять Уже Вот Короче На вот этом Уровне Сейчас Делаем Клинчок И Короче Направляемся Все Провел я Замкнутую трубу Сейчас Подключаем Вот это Здесь Вот Она Идет 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 Проверяем Что Обязательно Везде Все Правильно Посоединил Вот И приходит Сюда Отлично Осталось Там Только Сцепление Воткнуть И Тоже Приступаем К тестированию Насчет Коробок Я пока Тоже Знаю Получается Сейчас Да 9 к 1 У нас Тяжко Не тяжко Это будет Ну Мне Ладно Добиться Хотя бы Повышение Скорости Ну В два Раза Так Вот 50-60 Минтаж Чтобы Она Плавала Потому что Она 30 Это До Китайской Пасхи Буду Плыть До До Этого Затопленного Корабля Или Что Там У нас Вот Подключаем К электричеству Батарейкам Не надо Это Семь Другое Вот И Также Сцепление 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 Мы Выведем На Троттл Так До Этого Ты Куда Нашел На Двигателе Сто Пудово На Двигателе Я Даже Смотреть Не Буду На Вот Эти Двигатели Отключаем Чтобы У нас Не Хавалась Энергия Попросту А Подаем Это На Сцепление То Есть Весь Кучащий Будем Придавать Напрямую На Джеты Теперь Можно Проводить Испытания Для Этого Нам Нужно Теперь Дождаться Пока Запустится Реактор Дать Тяжело Будет Долго Но Не Страшно Так Все Проверим Скорость Проверим Как Она Работает Совместно С Генератором В Общем Да Запускаем Тоже На На Это Моменте Можно Сохраниться И Приступать К Тестам Че У нас Так Наклонилось Униз Опять Сейчас Ну Это Волны Сраные Волны Быть Быстрее Быстрее Падай Падай Давай Собака Попала Водичка Все Так Ничего Она Быстр Сейчас Откачается Если Открыть Еще Эту Комна То Это Еще Вдвое Не Быстрее Откачается Ладно Побежали Сейчас Мы Запустим Реактор Опускаем Стержни Опустили Уран У нас Есть Хланилище Пустое Сейчас Пока У нас Вот Кстати Почему То В Креативе Все Реактор У У Быстрее Греется Может Потому Что Урана У нас Там Как бы Там Бесконечно Топливо Стоит А здесь Нет У нас 15 слитков Урана Может Это Мало Для Подводной Лодки Может Нам Побольше Тоже Пока Под Вопросом Батарейка Заряд Батарейка Тут Заряд Температура В бойере Температура Кондера Индикация Так Можно Сразу Включить Нет Давайте Когда Разогреется Тогда Включим Насос На Кондер И Потом А Вот Насос На Кондер Да Дополнительно Вот И Также Помпа Которая У нас Пойдет Циркулировать Всю Эту Водичку Нифига Нас Колбасит 77 Блин Вот реально Долго Греется Вообще Жесть Можем Пока Помпу Включить Помпу Включить Можете Проверить Как Работает Шлюз Потому Что Я Занимался Подводной Лодкой И Развернула Может Что-то На Косяшу Как Всегда Куча Монитор Так Глубина 5 Скорость Понятно РПМ 0 Заряд 0 Батарейка 99% Бласти Уже А Ну Мы же Накачали Немножко У нас Дождь 30 градусов 10 И 9 Время Надо Будет Сука Кровать Кстати Постелить Да Где-нибудь Замутить Кровать Потому Что Ну Спать Это Надо От Святое Что Там У Носа 300 Градусов Все Нормально Разогревается Наша Буржуйка Сейчас Более Раньше Относи Расти Давление Включаем Уже Вот Эту Помпу Все Роды У нас Начали Работать Управляющие Стержни Поднимается Давление И Давайте Целевую Температуру Поднимем Где-то До 120 Конечно При этом У нас Будет Высокое Давление Более 70 Копейка Ну Более Не Зарвется Я Уже Проводился Испытание Все Разогрев Пошел Жуткий Звук Стоит Конечно Да Ну Сейчас Давайте Попытаемся Отъехать Нажимаем Сцепление Вот Кстати Начали Потихонечку Джеты Работать У нас Так Аккуратненько Аккуратненько Я уже Чувствую Тягу Друзья Уже 20 Я тротал На 48 Только Накрутил И у нас Более По-любому Еще не Разогрелся Дип 500 Че Че Простите Но это Надеюсь Был глюк Сейчас Будем Куда Где Глубина Чуть Побольше А то Видите Пузом Скребемся Что Мы Поставили Автоматическое Удержание Блин Че Тут Вообще Так Мелко Бегите Давайте Куда Мы Туда Сейчас Давайте Пробуем Сейчас Полный Ход Сделать Мы Цепляемся Пузом Да Вообще Цепляемся Давайте По максимуму Выплавим Ой Задание Пошли Конечно Сейчас Подождите Вот Наконец Таки Что Похоже На Глубину У нас Появляется Давайте Сделаем Удержание На Глубине 3 метра Не Надо Пожалуйста Так А Ну да Кнопочку Нажимаем Все Отлично Кому Сделаю Удержание Давайте Полный Газ Ух Лодочка Моя Сразу Замолчала Смотрите Уже 50 Было Я Видел Я Видел Цифер Я Видел Эту Цифер Значит Все Хорошо Что Там С давлением 7 Ну как Я Максимальное Давление Все Включено Помпы Все Да Да РПС Один На выходе Прикольно О чем Могу Сказать Что У нас Тут Как Дела Лю Джет 10 РПС Приходит Так И у У нас Пошел Разряд Небольшой Но Ничего Страшно Еще Время Есть Давайте Смотрим Что Там Со Скоростью У Нас 47 50 Почти 50 Друзья Вот Этого Я И Добивался Я Чувствую Что На Глубине Должно Будет Подтеконечку Еще Разгоняемся Нет А Чувствую РПМ Почему Не Показывает Надо РП А РП У меня Вроде После Генератора Настроена Ладно Короче Сейчас Давайте Глубина 30 32 Постихонечку Давайте На Глубине 30 Погрузимся На Глубину Скорость 50 Друзья Ну В принципе В принципе Я Доволен Я Вот Это Добивался Потому Что Во Первых Здесь Мы Можем Плыть Сколько Угодно У нас Нет Средних Дышков Которые Жрут Дикую Энергию Тут Плывем На Большей Скорости И С Энергией Все Отлично Сейчас Мы Еще Кучим Генераторы Посмотрим Значит Скорость 53 Да В среднем Включаем Генератор Значит Один к одному У нас Идет Заряд Один Ну Будем Назвать Киловатт Заряд Слабенький Но Он Все Так Идет То есть Пошла Нагрузка На Двигать На Турбина Но Скорость У нас Также Где-то И Осталось Немножко Падает Нет Нет Такая Ж Давайте Сейчас Попробуем Нагрузку Вообще Сделать Жесткую Включим Коробку 3 к одному О Заряд Конечно Побольше Стал 3 к одному Это Включили На Генератор Зато Сейчас Пошел У нас Хороший Заряд Заряд У нас 10 Киловатт Поступает Да Нормально Что ж Скорость Принципи У нас Практически Даже Не Поменялась Как Была 52 53 В среднем Так И Осталось Отлично Все Работает Все Шикарно Теперь Мы Можем По сути Остановиться Да Чтобы Это Вручение Не было Может Кучить Вообще На Сю Генератор И Теперь Я Хочу Проверить Шлюз Шлюз И Балласт На Какой Глубине Мы Остановимся Сейчас У нас Посепенно Повышаем Давайте Я Помню Что Около 5 Тон 5 Кубов Мы Вроде Задержим У нас Балласт Начинает Работать Короче 32 Нет Потихонечку Потихонечку Поднимаемся Да Че Опускаемся Че Нихера Не пойму Короче Да Мы Немножко Даже Погружаемся Ну Хорошо Батарейки У нас Полностью Заряжены Идем Вниз Испытаем Работать Шлюз Если Все Нормально То Тогда Отправимся В путешествие Обязательно Одеваем Дайвинг Костюмчик Для Дайвинга Закрываемся Так Я тут Не переписал На ло Вот этот Автошлюз Ну Что Запускаем Надеюсь Все У нас Работает Наполнение Пошло Сейчас Просто Немножко Подождать Да Люк У нас Заблокирован Здесь У нас Заблокирован Все верно Обязательно Перепишу Все-таки Кодик Я Что-то Захотел Заняться Заняться Подводной лодкой Довести Ее до ума Сейчас Чуть-чуть Подождем 4437 Есть Вот это Также У нас Заблокировано Это У нас Открыто Открываем И можем Выплывать В открытый Матью Океан Можем Закрыть Даже Закрылся Циклопик Все Можно За него Не пережить Блин Показалось Акулу Где Циклоп Алло Вот он Вот он Циклоп Что-то Что Интересно Внизу Есть Это Что За Дырка А Что Такое Что Я Не Помню Это Что-то Связано С Чем-то Связано Короче Сонар Точно Точно Да Вот Короче Шлюз Работает Шлюз Работает Все Замечательно Все Хорошо Возвращаемся Обратно Проверяем Как он Обратно Работает Если Все Нормально Туда Отправляемся Чпоньк Ага Еще Попасть Надо На Каком Тут Датчик Сенсор Придумать Все Заходим Закрываем Люк И поставить Раз Не разблокировали Симовые Двери Электрические То можно Их Сюда Впихнуть Что будет Еще Проще Чтобы Нажали Кнопку У нас Вообще Автоматический Шлюз Был Нифига Вот это Мы Замерзаем Наверное Потому что Водичка Холодная Сейчас Мы туда К реактору Поближе Подойдем И согреемся И потом Светится Ночью Вроде Все Сохранил Спауним И прыгаем На Прыгаем Циклоп И Поставим Меточку Где этот Затонувший Корабль Или Что там У нас Как он Называется HMS Медиот Тиан Какой-то Делаем Точку Зато Можно В принципе Сплавать Потом Сюда И тут Возродиться Только Я не знаю Куда Денется Уран Если Он Вообще У нас Останется Итак Сколько Нам Плыть 15 Километров Побежали Сразу Активируем Реактор Опускаем Стержни В принципе Можно Помпу Сразу Включать Вот Это Уже Потом Включим Все Кроватка Здесь Есть Освещение Нет Тут Потом Этим Займусь Безобразием Если Что Это Лодка Подводная Циклопа В стиме Есть Двигатель Мы Не удалили Но Самое Главное То Что Они Отключены Вот Это Хотя Мы На И Заде Ход И Добавим Ну Круто Сучи Мне Пока И Не Нужен Включаем Монитор Включаем Навигационные Огни Это Получается По бокам Да Фонарики Ага И спереди Да Еще У нас Есть Прожектор Это Вот Этот Который У нас Вон Посредине Вот Этот И С помощью Кнопок Влево Вправо К сожалению Updown У нас Занят И Мы Можем Светить Несу Давайте Направим Вниз Потому Что Мы Будем Вдон Светить Вот Где Ну Чтобы Скать Корабль Так Это Сигнал Updown Throttle Что У нас Еще Есть Backlight Backlight Подсветка Пока Не Нужна Нам Deep Light Подводные Огни Где Они Допустим Они Есть Но Я Ху Кучу Так Бласт Сейчас Уже Откачаем Нафиг Нам Нужен Сейчас Хотя Он Копеечный Можно Было Не Заморачиваться Так Что У нас Как Дела Посмотрим Реактор Возбудился Там Все Короче Пошла Жара Пошла Давайте Давайте Отключим Сразу Генератор И У меня Такой Вопрос Раз Я С Этими Джетами Не Имел Дела То Подскажите Комментарии Что Если Мы Поставим Сюда Еще На Подачу Воды Насос Будет Ли Произвительность Еще Больше Это Минтересует Отплываем И Кстати Друзья Сейчас Я Вот Этот Отплыву Мель Как мы Круто Плывем Мне Нравится Вообще Классенько Классенько Не зря Не зря Мне подсказывали Постоянно Что Поставьте Джеты Это Вообще Имба Супер Как Я Вам Благодарен Действительно Я Так Понимаюсь Еще Подшамали Поднастроить Ой Мель Давайте На самом Верх Не знаю Насколько Хватит Нам урана Но будем Экспериментировать И проверять У меня Еще Одна Идея Появилась Попутная Да Попутная Идея Глубина 3-4 Отличненько Давайте На глубине 3 Остановимся Все Не шоркаемся Кузан Смотрите Появилось Задание На военной Базе Спасти Людей В костре Потушить Пожар 17 тысяч За это Дают И мы По сути Можем Это Замутить Он почти Попутно То есть Нам Надо сплавить Вот сюда Потом Сюда А потом Отвезти В госпиталь Ну о чем Придумаю Ну Может сюда Может где-то Поближе Попадется Может вот он Госпиталь Еще ближе Есть Вот Самое главное Спасти Тоже Заработаем Очки науки Это же Классно Поэтому Направляемся Туда Разворачиваемся Классно Какая маневренная Стала У меня лодка Это просто Сколько мы едем Пром Чувствуется 35 Но это Поворот Потому что Вот Развернулись Что там С глубиной Можно В принципе Погружаться Альт 3 Текущая И глубина 40 И постепенно На Тридцатку Давайте Опустимся Если Если Что У меня Датчик Вот Этот Ветек Дистанц Сенсор На самом В самом Низу Наход Слушай Что-то Херня Хватит 20 Сейчас Поцарапаемся Придется Вылезать Чинить Нам Это Надо Скорость 50 Нормально Друзья Плывем Один Хреном Практически Все По пути Ну Небольшой Круг Сделан Ничего Страшного Вот А тут Прямо Плывем Сюда И Найдем Клад Ой Рыбка 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 Стекло Нормально Только Что У меня Глубина Не Радует А Так Все Нормально Рыбка 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 короче а мы подплываем только хер узнает куда мне куда мне плыть то где-то моточах где там этот домик нара где-то здесь а там чё и госпиталь что-ли есть или чё такое военный госпиталь так больше спасем пранта мы сдадим пожар у нас где-то здесь то есть нам ну наверное здесь короче поэтому давайте разворачиваемся так и скорость она чуть снизить глубина у нас короче включаем удержание а вижу пожар вижу пожар она принципе как обычно на этом месте главное сейчас пузом не сесть на мелководишь наверно 9 метров глубина все балласт пустой у нас немножко есть думаю ничего страшного включаем генератор вода трюфль стоял и чем побежали спасать побежали одеваем костюм пожарника и к сожалению только можем взять один натушитель возьмем всякий случай аптечек несколько штук шутаж еще кстати да перископ у нас есть получается мы сейчас под водой немножко на тут ночное видение есть реально под водой ну-ка давайте было сопустошим 0 почему не поднимаемся чем я тебе таким утяжелил скажи им пожалуйста тогда чем могу сказать делаем вот что это мы кидаем здесь костюм пожарника хотя думаю такой глубине у нас дайвинг дайвинг нам этот не понадобится а мы задохнемся без все равно без костюма пока шлюз будет набирать блин короче ладно пока сейчас соберусь это точно создание сгорит потушите пожар и спасите семи людишек 7 людей шик пожар как всегда пары пылает его мне кажется даже один он тушитами не смогу потушить ну попытаемся конечно пришлось бегать за еще одним огнетушителем так очаги тут словно разгорелись да блин только потушил пока бежал еще блин надеюсь мне этого хватит потому что я решил все-таки через люк попасть в лодку и немножко подтопил ну не что что так это есть не тут еще чуть-чуть осталось ну чувак тут вещь я потушил он мог бы бежать отсюда еще где-то не пойму горит так это не чах одеющих костер алё давайте попытаемся спасти людишек и иди за мной иди за мной это 2 он еще один ты можешь через окно кликнуть алё иди сюда стоит сука тупой смотрит в окно так вы оба за мной теперь стоять 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 так пойдемте сверху еще посмотрим что день мой пожар так это 1 2 еще до 3 получается все так и за мной ты за мной и тут еще спрятался который в окно смотрела нет ниже а вот даже двое за мной за мной тебе аптечку потом дам потому что я не позволяет аптечки есть итак давайте считаем 1 2 да блин стоит 1 2 3 4 5 6 еще где-то есть да блин стоять или я прочитался подожди тролли четверо тут четверо тут двое а где еще один поразит такой а вот он блин ну что ж остается надеется что идет госпиталь она спасет давать уделяем меточку военный госпиталь и побежали туда блин одессе проконай так это вообще просто чё такую серьезно вы не можете тут перепрыгнуть это сейчас новая у нас ждет препятствия походу они нифига не перепрыгнуть слушайте меня что такое ощущение что нифига такие госпитали и нифига мне не получите более а нет еще не рядом побежали посмотрим где меточка 50 метров блин ну чё неужели зря у давать 2 прыгаем 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 молодцы молодцы так а ну-ка пожалуйста прокатит и про канала нифига вот это я сейчас уродов поспасал нормально даже по 2000 до каждого момента у больного слушайте плюс семечков науки нормально короче такая насчет пожара и просто не видел сообщения потушила или нет ли потому что пропало задание наш потушил короче чем мы теперь выделяем вот этот затонувший корабль и что там у нас может быть но теперь он там меточку поставим где мой где мой циклоп так судя потому что костер был там поэтому нам бежать туда наше предстоит снова сложное задание испытания залезть циклопа на дне надо будет с балластом посмотрите у меня там конечно есть циклопии лишние блоки тяжелых можно просто поупиливать и будет балансно нормально строен вот я не знаю почему он сейчас почти лестал непонятно почему он тонет и держит в глубину но это легко решаемый вопрос как его решу я сразу же поправлю и выложу все в steam мастерскую а пока а пока мы можем залезть так закрываем откачиваем что-то зубу как будто где-то там вода у меня все откачиваем шлюзером работает друзья вообще не ждал что даже какой-то задание сегодня буду выполнять просто думал ну поедем поищем клад и все а тут на тебе людишек спас на военном госпитале и туда же им в этот медпункт отправил и получил за это деньги за пожар за людей классно супер 18 . кстати можно что-то потихоньку разблокировать я думаю знаете что это будет так раз таки стол наконец-таки надо до него доходить я хочу именно вот такой нормальный стол не конверта плана вот что-то хочется какой-то красивая красивая построю общем чё там что 3 тавщи все откачалась опа ой 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 а чё такое откуда вода тут то потом выкачаем наверно они выкачаем потому что у меня нашел я еще один косяк друзья у меня нет откачки воды вот здесь в этом помещении и да вот это надо поправить и получается что шлюз закрылся заблокировался короче сегодня мы будем без шлюза играть этот мой кинем суда печально что могу сказать вот она был хотя бы тут дверьку закрыть и просто когда сюда залезал я наполнял сюда все водичкой все у нас откачалась до откачалась и сколько у нас балласти уже говна 6 план тон нормально откачим все меточка у нас стоит тогда плывем туда разворачиваемся да вот это да и вот свите сразу косяки обнаруживается ну ничего страшно поправлю это опять ну ничего страшно просто забыл в подвальчике в этом сделать откачку воды как вот у меня везде в каждой каюте только и в подвальчике вот поэтому меня два задания откачать вот сделать там откачку и второе задание это с балластом разобраться и все и тогда точно я выложу циклопа на он-то выложен просто обновлю что-то на сумму же нифига шустро скачивает глубина 10 ну давайте поставим сколько там нас стоит 533 как всегда мелководья я когда суда полного и на остров там глубина была 300 с хреном метров охранить мне даже интересно такую глубину погрузиться тресла наш костюмчик выдержит такое все плыть там ведь километров друзья кучу встретимся ближе уже к меточкой попробуем найти там клад итак друзья подплываем 800 метров чаем сразу генератор и останавливаемся давайте погружаемся какая кстати стоять что-то я видел где-то 4 вон что-то есть стоять 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 во смотрите друзья видите вот чё-то я нашел до балас вообще не держит нас что мы один хрен сейчас будем вылезать вылезать из верхнего люка потому что шлюз у нас сломался из-за моих косяков которые буду справлять вот нашли мы обломки но теперь самое самое главное титя там что нибудь ценное мы можем да немножко на 5 прожектор кстати я забыл что у меня тут сонар даже есть так включаем херозная и я даже забыл как им пользоваться что там кто там это чё за . это кракен короче ладно пошел друзья самое интересное что вроде бы пока что уран у нас нормально есть отсюда возьмем костюмчик то есть и но не глухли ничего все нормально все работает так а не тушитель надо убрать лампочка у нас заряжена ну что ж друзья с богом о может даже так а это вверх у нас и зума чудо опа можно подглядывать еще такой зум есть теперь надо реально как-то это все красиво и быстро сделать что ж так закрываем все двери давайте чтобы откажется столько отсюда чтобы очень день наполнялась у нас так ну теперь с богом открыли пошли да выходи выходи быстренько закрываем все пока он там пищит мамы будем плавать искать сундуки если конечно найдем до крык короче какие-то бомбки разбитого корабля кому-то не повезло а мне сейчас повезет все потому что и я нашел сундучок ура и есть три тысячи двенадцать очков у науки круто чё могу сказать нас уже 30 . класс 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 хочу макс эти в тулу не поставили где в тулу а тридцать два уча херели ужинал и еще искать сундук надеюсь он есть конечно но если нет то пальцами опять фармить это чем какой-то цветок прикольно так по путешествовать поплавать а чё у нас вот тут никакой пещеры нет муж сундук будут валяться солнце светит так ну вроде вокруг я опул ничего тут такого нету там это до сих пор пищит надо было вырубить и так надеюсь мы сейчас найдем обломки мотылька сделаем 7 мотылек и впихнем его в этот циклоп и будет точно с обнатика так ну чё пожалуйста дать еще сундучок ноте тут целями алё сундук я знаю что должен быть наверное я принципе один доволен но сундучок иди к папке я знаю что их тут два я всегда знал еще 12 очков и три тысячи крутяк у нас 42 стол привет давайте мы тебя разблокируем 30 минут до у нас принципе же чепуха остается да у нас большие насосы с баком не разблокированы вот эта штука тоже нужно будет кстати 28 офигеть все больше и больше очков к основной двери модуль движки сама большие корабль строения вот смотрите хорошая часть коннектор прикольно так чё-то все у нас ракеты на ну что ж может быть и повезет мы найдем еще ящик хотя по сути уже искать на нигде уже все плавал на может все-таки есть третий ящик лишь бы там кракен или акула суда не приплыла хотя вроде говорят что кракена нет при этом выживании мало ли все равно переживая акулу тоже не хотел бы тут встретить вроде бы все теперь у нас второе немало важное задание это залезть внутрь и не затопить подводную лодку так кнопка 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 где то есть 4900 нормально успели нельзя все хорошо сейчас откачается пойдем и пойдем принципе суда убираться короче тогда плывем на этот причал делаем маршрут сюда значит тут у нас все урана нет тут единичка почему-то а мы там я скидывал осталось только вот тут единичка интересоваться если я заспавню цикл у меня сколько ты будешь откачивать если запомнил циклоп на своей на этой базе уран вернется или нет интересно так ладненько сейчас побыстрее откачайся еще с этой стороны а это хрема выключим так тут уже ноль что-то еще мигаешь от очень качалась там на полный балласт уже воды конечно 12 тонн нихера себе я думаю что так веля виляет циклоп все наконец-таки это журчание закончилось так и давайте костюмчик мы пилим сюда раз у нас а балласт отключаем вот тяжело всплывать все откачиваем балласт и потихонечку давайте отплывать мой сразу какому хорошо стало тихо 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 хвостом не цепани не цепани какая там у меня нами стоит 10 метров пищника нормально все 30 10 давайте поставим метров 3 все друзья короче замечательно плыть ой рыбка ну ты же видишь я плыву на ба по синайте 7 километров плыть все друзья плывем плывем домой на наш дом в наш наш родной дом сюда и посмотрим вернется ли уран потому что блин добывать его тяжко если он не вернется мне просто до брать грузовик и бур и ехать в шахту и прям там давать большое количество ну что ж мы подплываем сейчас момент истинным настанет проверим вернуться ли нам слитки с ураном еще раз проверяем вот у нас тут 0 сейчас попадай подойдем поближе ну прям плывем принципе неплохо плывем рыбки только мешает приходится им сигналить путешествие достаточно долго сегодня было прям вообще жесть но зато косяки понаходил сейчас буду их исправлять ну там за кадром но все как говорится вот мы и дома можем потихе потихонечку сбрасывать скорость или не доплыли давать еще подплывем фига как он у нас срезала циклоп этот или давайте ближе к рабочим струту мало ли все стоять и конечно же конечно мы сделаем красиво и по нормальному заглушим реактор то есть поднимаем стержни принципе не вот эту помпу мы оставим зря 400 фигасе сейчас у нас давление будет более падать и пассив постепенно заглушиться циклоп на температура 90 более сейчас все давление давление вообще резко падает нос батарея заряжается еще хорошо температура кондюре теперь можно принципе этот насос уже вырубить все друзья хорошо вот таким образом потушили мы реактор включаем все полностью закрываем с собой двери и пошли туда а собственно пускай тонет нам сейчас самое главное добраться блин после потонет возможно стол не видит циклопа вообще друзья пришлось мне проплыть и обратно потому что там никак и не мог заспавниться потому что вообще на дне был и рабочий стол он не видел тут все нормально благополучно и самое интересное что у меня он держится как-то на плаву в общем приплыл заспавнил и нифига уран нам не вернули короче у нас урана опять по нулям против приехать то есть ехать снова добывать и скорее всего я уже не разожгу этот котел давайте попытаем счастья но это вряд ли я температура в реакторе видите она никак не растет ничего ну все что такое не делать еще ничего не получится насосы включая включая это без разницы реакторе нет температура не растет то есть чтобы дальше путешествовать нам нужно накопать реально много урана и работать его слитки брать ставить реактор и ехать дальше путешествовать искать какие мы затонувшие корабли и выполнение задания ну пока что на карте я не вижу большие затонувшие корабли единственное есть здесь но тут я не нашел не нашел никакого клада это какой-то серии мы с вами сюда плавали уже искали значит получается вот этот мы нашли это нашли это там нету тоже плавали больше пока что я нигде не облюдаю за наши корабли возможно где-то здесь есть на на полетать посмотреть по исследовать и тогда вот тут есть причал да тут причал можно сплавать сюда и заспавнить тут циклопа поискать там какими затонувшие корабли но сюда нужно привести уран а это мы можем сделать уже на поезде да тут ходит поезд можно принципе туда замутить добыть очень много урана кстати да смотрите идея появилась для стрима как раз таки вот он железная дорога совсем рядышком здесь мы можем копать урана закинуть все вагоны вот и по 6 дороги поехать 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 и приехать прямо вот это атомный реактор то тоже же дорога прям рядышком располагается вот атомный реактор атомную станцию здесь проработать уран и отвезти его по разным станциям по разным локациям то есть вот сюда отвезем сюда отвезем и соответственно сюда то есть три таких главных места где мы можем спавнить и циклопа короче планы есть возможность видова замутим стрима если получится то чем и сама придумаем короче на этом с вами сегодня будем прощаться всем спасибо за просмотр а я пошел исправлять свои ошибки по циклопу всем пока